Всем привет! С Вами Варина Ваимна и сегодня я записываю для Вас новое видео. Видео «Пустые баночки сентября». И начнем мы, конечно же, с Вэлла. Смотрите, у нас закончился. Вот такой порошочек, да, сухая смесь для коктейля, клубничный вкус. Муж его пьет каждое утро на завтрак. Итак, расскажу немножко о нем, да, что это биологически активная добавка к пище. Рекомендуется она в качестве дополнительного источника насыщенных жирных кислот, полиненасыщенных жирных кислот, растворимых пищевых волокон, содержит нерастворимые пищевые волокна и белок. А в 100 граммах сухого порошка энергетическая ценность 370 килокалорий. Конечно, уникальная вещь Вэллнесс. Я думаю, многие уже познакомились, кто еще не познакомился, обязательно познакомьтесь. Дальше у нас закончились батончики. Ну, смотрите, батончики у нас такая шалость ребенка. Она у нас любит батончики и периодически, когда они заканчиваются, она нам говорит, давно не заказывали батончики, приходится их заказывать. Особой необходимости в перекусе нет, потому что мы постоянно дома и не ходим на такую традиционную работу, чтобы перекусывать батончиками. Ну, иногда балуемся. Смотрите, в одном, в 100 граммах батончиках, да, 374 килокалории. Вот я здесь специально приготовила шоколадный батончик и шоколадку, чтобы сравнить. В шоколадке, давайте посмотрим, в 100 граммах. 515 килокалорий, то есть в полтора раза больше, да, чем в Веллнессе. Причем неизвестно, что нам намешали в этих шоколадках. И в батончиках энергетическая ценность еще больше, 560 килокалорий на 100 грамм. То есть Веллнесс это 100% натуральный продукт, энергетическая ценность его намного ниже. Ниже, знают, все знают, да, что для женщины самый нижний порог энергетического потребления это 1200 килокалорий. Поэтому две шоколадки съели, да, за один, больше есть ничего нельзя. Все, вы свою норму уже съели. Если есть намного больше, то, соответственно, такая фигура будет. Батончик 1-2 вполне можно на сладкое, они очень вкусненькие. И не боятся, что вы поправитесь. Дальше, с чего начнем? Что у нас закончилось? Да, закончилось у нас мыло. Смотрите, здесь у меня одна упаковочка, но тратим мы их гораздо больше. Новый аромат, каталог номер 13. Сейчас это мыло тоже вроде бы со скидкой. А почему оно тратится у нас намного больше? Потому что я им стираю носки. Белые носки просто идеально отстирывает это мыло. Не надо никакое не хозяйственное, не детское, ничего. Вот идеальные белые носки после нашего мыла. Мыло не мокнет, мыло как положили в мыльницу, даже если ребенок налил воды, поигрался, и мыло осталось в воде, воду слили на следующее утро, будет абсолютно нормальное мыло. Оно не растечется, не расслюняется, ничего. Дальше мыло в баньке у нас, вот такой у него чудесный аромат, прям запах вообще, прям сильно-сильно оно пахнет. И оно по граммам, если вот такое традиционное мыло, да, из серии Discovery 90 грамм, то это мыло 125 грамм. Очень чудненько оно пахнет. Это крем мыла. И спокойно можно умываться, оно не сушит кожу. Ну, вот для таких помещений, как баня, оно вообще идеально подходит, потому что прям такая ароматерапия. Дальше, что у меня еще закончилось? Закончился гель для душа, о котором я налево и направо рассказываю, да, это гель для душа с отшелушивающим эффектом малина и мята. Очень его люблю. Прям вот он вообще прям очень-очень вообще классный. Ну, если вот вам видно, можете посмотреть на стеночки остались. Такие крупиночки. То есть вместо скрабика для тела можно очень хорошо его. Прям запах у него чудесный. Тот, кто любит малинку, тот, кто любит мяту, очень рекомендую. Он очень густой тоже. Ну, вот можете посмотреть, что на стенках остались капельки. Прям вот они еле-еле стекают. Прям очень густой. Дальше. Закончилось у нас две зубные пасты. Отбеливающая и эльстрасвежесть. Очень полюбила вот эту зубную пасту. Люблю такую всю ядерную. Ядерную зубную пасту. И вот эта паста, она в виде густого геля. Вот такого синего густого геля. Видно вам? Вот такой. Ну, вот видно, да? Очень прям хорошая паста. Действительно, зубки после нее беленькие. Дыхание очень долго свежее после этой зубной пасты. Прям действительно то, что заявлено, все она, эта паста и выполняет. Что прям сильный-сильный у нее эффект свежести. Отбеливающая зубная паста ничем не хуже. Она уже в виде пасты белой, обычной белой зубной пасты. Ну, знаете, да, что зубную пасту отбеливающую часто использовать нельзя. Два раза в неделю достаточно. Например, понедельник, четверг, вы утром по утрам части эти отбеливающие. Все остальные дневые части эти обычной пасты. Дальше. Закончилась вот такая вещь. Долго-долго, не знаю, сколько лет она у меня была. Это тальвик для тела. Тальвик для тела. Расскажу, для чего он. Ну, во-первых, такие интимные проблемы у женщин, как натирание. Да, летом в юбочках, в шорте, как-то в коротких ходят. Знают девушки некоторые, что у них есть такая проблемка. И вот этот тальк просто чудесным образом спасает. На ручку насыпали, ножки себе намазали, и у вас ничего тереться не будет. Потом еще для чего его можно использовать? Его можно использовать, только взять на сухую кожу, вместо крема для тела. И его можно использовать, к чему он еще хорошо зимой, вместо дезодоранта. Потому что, знаете, что зимой под одеждой тело преет, да, оно, так сказать, не совсем потеет. Но есть такие неприятные ощущения. И вот вместо дезодоранта под мышкой использовать эту штучку очень хорошо. Дальше у меня закончился лак для волос. Тоже достаточно вот он, такого большого объемчика, вот такого, да. Достаточно долго, надолго его хватает. Если вы каждый день не пользуетесь лаком для волос, то очень надолго. Но на год вам точно его хватит. Что в нем вот хорошего в этом лаке? Запах у него тоже есть, присущ такой запах лака, который присущ всем, да. У него вот нет такой струи сильной, как у всех остальных лаков. То есть брызгаешь, и как будто ты не брызгала, а в то же время прическа уже зафиксировалась. Вот это очень хорошее свойство, и мне оно очень понравилось. Закончилась моя любовь, это дезодорант. Дезодоранта с серой крышечкой люблю только этот. Перепробовала уже, наверное, все, какие только можно. За что люблю этот, что он действительно не оставляет следов. Не оставляет следов ни на черной, ни на белой, ни на цветной одежде. То есть спокойно можете им пользоваться. Он действительно не оставляет следов. Очень хороший дезодорант. Они у меня прям быстро-быстро уходят. Вот после спрея все-таки шарики не люблю. Люблю теперь спреи. И закончились у меня печалька такая. Закончилось у меня два блеска для губ. Джордани оба. Сейчас их уже нет, этих блесков. Один вот блеск, даже не помню, какая была серия. Джордани. Очень хороший. Вы знаете, он не оставляет вот такой яркости, как заявлен. То есть он оставляет мерцающий блеск. Вот такой. Видно? Прям очень хороший. Жалко мне его, что его сейчас нету. И еще более мой любимый блеск для губ. Он периодически появляется в распродажах. Это из серии... Так, ну тоже, тоже Джордани Голд. Не знаю, какая серия. Там их много, в принципе. Вот такое. На вид тоже он невзрачный. Но когда его наносишь на губы, он просто прям, 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 прям. Очень-очень-очень губки, как нарисованные. Вот видите, его практически не видно на руке. Но блеск, вот этот шиммер, вот этот блестюшечки, он прям дает шикарные губки. Такие объемные-объемные. Помните, у нас тоже был блеск для губ, для увеличения объема губ. Вот Джордани Голд, вот этот блеск для губ, он ничуть не хуже. Очень мне он нравится, прям, люблю его. Закончился. Ну, прям, хоть баночку пили. Вот. На этом все мои пустые баночки сентября закончились. И если вам понравилось мое видео, прошу вас написать комментарий, поставить. Всем пока!